Здравствуйте, на библейский портал Экзегет пришел вопрос, почему Бога изображают стариком? Разве кто-то видел? То, что Бога изображают стариком, это беда. Это совершенно не канонично, совершенно неправильно. Эта традиция пришла к нам с католического Запада и, к сожалению, прижилась. У великого поборника иконопочитания, преподобного Иоанна Дамаскина, есть в одном из его писем в защиту икон такие слова. Он говорит, вот если бы вы видели, что мы изображаем Бога Отца, которого никто никогда не видел и которого изобразить невозможно, то ваши упреки в том, что мы еретичествуем, были бы разумны и справедливы. Но мы же так не делаем, говорит он, а мы так делаем, к сожалению. Этого нельзя. Бога никто никогда не видел, сказано в Евангелии от Иоанна. Единородный Сын Он явил. Он говорит апостолу, видевший Меня, видел Отца. Воплотившись, став Бога человеком, Бог неразрывно, неразлучно и нераздельно стал изобразим по своему человечеству. Поэтому, когда мы изображаем Его по человечеству, Иисуса Христа, а Он неразлучен, неразделен со своим божеством, мы изображаем Его и по божеству. В этом есть тайные иконы и тайные иконы почитания. Но Бога Отца никак нельзя изображать. Та традиция ссылаться на видение пророка Даниила, когда он видит Ветхого днями, она, конечно, не является оправданием этого изображения. Это, во-первых, видение до воплощения Бога Сына, вторую, ипостаси Святой Троицы. Во-вторых, речь идет как раз о Нем. Ветхий днями, значит, бесконечный. Прежде нежели Авраам был, аз есмь, говорит Христос о себе. Вот, скорее всего, как иллюстрация к тексту применимо это видение, но ни в коем случае как источник такого изображения. Поэтому сейчас, когда мы восстанавливаем храмы, пишем заново иконостасы и расписываем их, очень горько видеть, как священнослужители, которые должны бы это знать, и которые контролируют обычную роспись, и они разрешают изображение Бога Отца как Ветхого Старца. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.